Друзья, если у вас нет возможности, времени, желания, сил читать рассказ Джека Лондона «Любовь к жизни», смотрите это видео и будете знать о борьбе человека за свою жизнь против природы столько же, сколько и тот, кто прочитал этот рассказ. Написал его Лондон в 1905 году. События происходят в канадской тундре. Дело было в конце июля-начале августа. Двое парней-золотоискателей спускаются к речке. Оба устали. За плечами тяжёлые мешки. У обоих ружья. Они переходят через эту речку. Тот, что шёл сзади, подвернул ногу. Он позвал напарника Билла, но тот даже не обернулся, а продолжал идти дальше, пока не скрылся из виду. Парень остался сам посреди реки. Вокруг безлюдная местность. Когда он с трудом поднялся на холм, за которым скрылся Билл, то никого не увидел. Тогда он пошёл дальше. Ему нужно было добраться до тайника, в котором лежали патроны – удочка, мука, мясо. Он верил, что там его будет ждать Билл. А потом они вместе пойдут на юг. Парень был голоден. Его имени автор не называет. По дороге он жевал какие-то безвкусные болотные ягоды. Вечером развёл костёр, поставил на него котелок с водой. У него оставалось 67 спичек. Парень разделил их на три части и рассовал по разным местам своей одежды. Ноги были стёрты до крови. Лодыжка распухла. Выпив кипятку, он лёг спать. Проснулся утром голодным. Увидел оленя. Но патронов в ружье не было. Потому без шансов. Он потопал дальше. Есть очень хотелось. Он увидел куропаток. Пытался попасть в них камнем. Ничего. Дичи становилось всё больше. Олени, лисицы. Но убить хоть кого-то он был не в состоянии. Возле болота парень пытался найти хотя бы лягушек или червей. Ничего. В небольшой луже увидел маленького пискарика. Это рыбка такая. Стал ловить его руками. Ничего не получалось. Тогда он решил вычерпать ведром всю эту лужу. Когда воды не осталось, то увидел расщелину между камнями и понял, что рыбка уплыла. От бессилия он заплакал. Утром проснулся озябший и больной. Пошёл мокрый снег. Сейчас он мог думать только о еде. На следующее утро чувство голода притупилось. В пути он увидел лужу, в которой поймал двух пискариков размером с мизинец. Съел их сырыми. Вечером поймал ещё трёх. Двух съел, одного оставил на завтрак. В пути стали попадаться волки. Парень достал кожаный мешочек. В нём было золото. Песок и самородки. Разделил золото на две части. Одну спрятал на скале, другую взял с собой. Он шёл дальше. От голода сильно ослаб. Спотыкался. Падал. Однажды упал в гнездо куропатки. Там было четыре птенца. Не старше одного дня. Он съел их живыми. Птенцы хрустели у него на зубах, как яичная скорлупа. Куропатка-мать летала над ним. Он камнем перебил ей крыло и пошёл за ней. На болоте увидел следы человека. «Скорее всего, било», – подумал он. Но решил вернуться к следам после того, как поймает куропатку. В погоне победа была за птицей. Она смогла продержаться до наступления темноты. А потом скрылась от него. Следы он не нашёл. От золота избавился. Слишком тяжёлым было для него. Оставил только ведёрко и ружьё. Мозг начал издеваться над ним. Ему постоянно казалось, что у него есть один патрон. И он время от времени проверял ружьё, убеждаясь в его отсутствии. И так несколько раз. Однажды он увидел перед собой лошадь. Но потом вместо лошади оказалось, что это был большой бурый медведь. Медведь заревел. Парень от страха тоже заревел на него. Медведь ушёл. Вскоре он нашёл кости оленёнка, съеденного волками. И принялся обсасывать эти кости. Однажды солнечным утром парень увидел корабль в море. Подумал, что это глюк. Но глюк не исчезал. За спиной он услышал сопение и кашель. Это был волк. Он был болен, но голоден. Парень повернулся к морю и понял, что море было ледовитым океаном. А корабль был китобойным судном. Ружьё и нож он потерял. Шапку тоже. Он пошёл к кораблю. Больной волк пошёл за ним. По пути увидел следы человека. Наверное, Билла. Пошёл по этим следам и нашёл кости человека. Рядом были волчьи следы. Золото было тоже рядом. – Вот лошара! – подумал парень. – Билл не бросил золото до самого конца. А оно ведь было тяжёлым. Он не стал его брать. К концу пятого дня до корабля всё ещё оставалось далеко – километров одиннадцать. А он мог передвигаться только на четвереньках. В день проходил около полутора километров. Кашляя и чихая, больной волк шёл за ним. Парень увидел, как волк облизывает кровь, которую он оставлял после себя. «Мне нужно его убить», – решил парень. Он долго лежал, может полдня, ожидая, когда волк подойдёт к нему поближе. Парень проснулся от того, что волк кусал его руку. Он схватил его второй рукой, повалился на него и так лежал на нём, пока волк не умер. Потом, обессиленный, парень уснул. На китобойном судне Бетфорд заметили странное существо на берегу. На человека оно не было похоже. Но всё равно пацаны на лодке подплыли, чтобы увидеть, кто это. Через три недели, лёжа на койке Бетфорда, парень рассказывал, кто он такой и что ему пришлось вынести. За столом его мучил страх, что еды не хватит. Он расспрашивал всех о запасах провизии и не верил, когда его убеждали, что всё в порядке. Его койка была набита сухарями. Парень был в здравом уме и этот страх у него прошёл, прежде чем корабль встал на якоре в гавани Сан-Франциско. На этом всё. Нет, не всё… По чесноку у меня герой этого рассказа какого-то сочувствия или уважения не вызвал. Бестолковый он какой-то. Почему он был без патронов? Не мог еды себе добыть при том, что у него были спички, нож… Такое… Автор не объяснил, почему Билл вдруг без причин оставил своего напарника посреди реки. Не верю. Логично было бы держаться вместе, так больше шансов выжить. А Билл почему-то пошёл сам. Третье. Какова вероятность на огромной территории, тем более сбившись с пути, встретить своего же напарника, а герой дважды встречает его следы? Третье. С away-то. Парник был неволеном. С это… Верно. С illuminством. Греб…